В июле 2019 года в силу вступили изменения и дополнения в Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ранее супруги тоже могли подписать соглашение о детях, но только при расторжении брака, либо признании его недействительным, в порядке, установленном для мировых соглашений. Он не предполагал нотариального удостоверения. Если папа и мама не были женаты или уже развелись, то урегулировать подобным образом вопросы, которые касаются их ребенка, было невозможно. Теперь же заключить соглашение могут все родители. Заключить соглашение о детях у нотариуса могут родители, как состоящие в браке, не состоящие в официальном браке, при расторжении брака, брак между которыми уже расторгнут. Следует отметить, что соглашение о детях может быть удостоверено нотариусом лишь в случае, если вопросы, являющиеся предметом соглашения о детях, не разрешены вступившим в законную силу судебным постановлением, не урегулированы брачным договором, либо соглашением об уплате алиментов. В соглашении о детях родители могут определить, с кем же из них будут проживать дети, кто наделяется правом его навещать, порядок общения с детьми, их участие в воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок выезда из Республики Беларусь детей, порядок обеспечения нужд и иные вопросы содержания детей. Чтобы заключить соглашение о детях, родители должны обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро, независимо от места проживания, и обсудить условия документа. Помимо документов, удостоверяющих личность, нотариусу необходимо предоставить подтверждение того, что соглашение заключается между родителями детей, свидетельство о рождении ребенка, копия записи акта о рождении, справка, содержащая сведения из записи акта о рождении, отметка в паспорте. Если родители нарушат соглашение о детях, оно может быть исполнено принудительно. Исполнительный документ, выданный на основании такого соглашения, подлежит исполнению в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. А также суд может принять решение об ограничении общения с ребенком одного или обоих родителей на определенный или неопределенный срок. Вне зависимости от того, с кем остался ребенок и отец, и мать, имеют равные права и обязанности по отношению к нему. Это правило действует при разводе родителей, если иное не предусмотрено соглашением о детях. В целом соглашение о детях дает возможность родителям урегулировать вопросы воспитания и содержания детей без обращения в суд.